Житель Хакасии догнал поджигателя своей машины, забил его насмерть. Вот меня спрашивают, правильно ли его привлекают за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенной при повышении мер, необходимых при задержании лица и так далее. То есть, мужик сидит у себя дома, с товарищем слышат, выбивают у машины на улице окно, то есть, во дворе он сидел, а там где-то выбили стекло у машины, выбегает, смотрит, забросили что-то горящее туда, и человек убегает, он его догнал, нанес ему удар, тот скончался, и привлекают за превышение. И какое же тут превышение? Ну, какое тут превышение-то? Где оно, превышение? Он выстрелил в него из ружья? Он, может быть, его стукнул ножом? Нет, он убил руками, я так понимаю. Ну, вот если человек у вас на глазах поджег машину, вашу машину, значит, он может на что-то и другое относительно вас решиться, если вы пытаетесь его задержать, как вы будете задерживать? Вы ему будете говорить, стой, пальчиками его придерживай, он вас может ножом стукнуть, еще что-то. То есть, если проводится такое задержание, тем более гражданским лицом, ну, как правило, бьют как нужно сильнее. Вот сколько есть силы, с такой силой надо бить. Почему? Потому что, ну, если вы его не вырубите, он вырубит вас. Так какой смысл-то? Тогда либо не надо его вообще задерживать, да? Тем более, все это в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения произошло. Неосторожное убийство. Они пишут умышленное причинение тяжкого. Это не умышленное. Тут состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения совершенно налицо. То есть, кинули. Если даже он превысил необходимую оборону, он превысил состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения совершенно очевидно. Так что это все муть, и человека надо защищать, вот этого сорокалетнего, и так далее, из Хакасии. Надо больше информации. Те, кто там в Хакасии, выясните, что и напишите. Надо защищать человека. Те, кто там в Хакасии. Продолжение следует...